Небольшой уютный храм в честь великомученька Никиты в Жабинковском районе внешне ничем не примечателен. Старенький, деревянный, очень скромных размеров, выкрашенный в синий цвет. Глядя на достаточно типичное для малых населенных пунктов сооружение, мало кому придет на ум, что перед ним поистине уникальный памятник архитектуры и истории, одна из старейших деревянных церквей на территории Беларуси, которая была построена в 1502 году. Но самая большая ценность в том, что в этом по-настоящему светом месте за последние пять веков никогда не прерывалась молитва. Наш храм уникальный, стоит он на этом месте уже более пяти веков. И за все время его существования он ни разу не разрушался и не закрывался под воздействием ни советской власти, ни немецких оккупантов. В этом году, когда храму исполнится 520 лет, к его настоятелю и прихожанам обратились представители Комитета природных ресурсов с инициативой заменить старый ветхий крест на въезде, бывшую деревню Сдитова, на новый четырехметровый из дуба, а также благоустроить территорию. Это один из экологических проектов, который реализуется по инициативе Брестского областного комитета природных ресурсов совместно с Жабинковским райисполкомом, РУП «Брисэнерго», а также Церквью. Значит, экологический проект предусматривает обновление поклонного креста, а также в перспективе сохранения вот этого уникального природного комплекса старовозрастных сотен. Планируется придать им статус памятника местного значения, чтобы сохранить. Ну и также сохранить уникальную территорию, которая окружает вот эту бывшую деревню Сдитова. С совместными усилиями в несколько этапов неравнодушные люди убрали прилегающую территорию, а подножие креста укрепили валунами и огородили. Необходимо было поторопиться, чтобы успеть к празднику воздвижения креста Господня, ведь именно на этот день запланировали освящение. Освящается знамение Иссея Крестное, благодатью Пресвятого Духа, окропление воды Святого Священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. На территории Жабинковского района есть 94 населенных пункта, и практически в каждом населенном пункте при въезде в ту или иную деревню установлен крест. Также есть такие же кресты, установленные и на выезде. То есть человек, который въезжает в данный населенный пункт, он понимает прекрасно, что здесь есть спокойствие, здесь есть добро, любовь, благополучие и определенного рода защита. На важное для каждого православного человека событие пришли деревенские жители от мала до велика. Ведь они с большим трепетом и радостью ждали этого благодатного дня. Решили старенький крест, чтобы не упал. Он сказал, этот старенький крест сожгем и пепел на речку мы отправим. А восстановим новый крест, 4 метра, говорит, дубовый, чтобы уже нашу деревню он спасал. Стоял этот крест раньше, но он был поменьше. А сейчас людям угодно, и, как говорят, и Богу угодно, и священник у нас сейчас новый. Поэтому все в нас по-новому и установили новый крест. Это очень хорошо. В душе каждого из присутствующих наступил покой и умиротворение. Как будто оберег в виде поклонного креста действительно надежно прикрыл с собой всех людей от бед и горести. Людмила Логодич, Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.